Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать про абрикос обыкновенный. Абрикос обыкновенный это небольшое дерево, цветки белые или розовые, плоды оранжевые. Высота достигает 3,8 метров. Цветет абрикос обыкновенный в апреле, а плоды собирают в июле-августе. В диком виде абрикос встречается в Средней Азии, культивируется на Кавказе и на юге европейской части России. Но родина абрикоса считается Китай. Время сбора июль-август. Химический состав абрикоса. Плоды содержат сахара до 27%, инулин, крахмал, яблочную и лимонную кислоты. Также содержат следы салициловый и винный кислот. Много минеральных солей. Сравнительно много железа и серебра. А также витамин С. Семена имеют масла и богаты витамином В15. Семена абрикоса весьма ядовиты. Они содержат гликозид амигдалин и небольшой процент синильной кислоты. Амигдалин в пищеварительном тракте разлагается и дает синильную кислоту, которая является сильнейшим ядом. Как же применяется абрикос обыкновенный? Плоды употребляют при недостатке в организме витаминов А, С, В15. Семена в небольшом количестве могут применяться как успокаивающее средство при кашле. Абрикосовое масло используется как растворитель некоторых лекарств, которые вводят под кожу или внутримышечно, а также используют для приготовления различных мазей. Очень интересный факт. Пакистанские ученые считают, что долголетию представителей одного из племен в Пакистане способствует обильное питание плодами абрикоса. Установлено, что 100 грамм абрикосов оказывает на процесс кровотворения такое же влияние, как 40 миллиграмм железа или 250 грамм свежей печени. Также следует напомнить о том, что внутреннее применение семян абрикоса ввиду их ядовитости требует большой осторожности. Известны случаи отравления при употреблении в пище в больших количествах семян абрикоса.